В администрации Одинцовского округа Ключевой темой стала демография. Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от 3 до 7 лет, начиная уже с 1 января этого года. А также выделение материнского капитала на первенцев в объеме 466 716 рублей. А после рождения второго ребенка капитал должен предоставляться в увеличенном виде – 616 тысяч рублей. Родительское сообщество оценило эти предложения. Нам бы хотелось гораздо большего сделать для населения. И то, что сейчас при помощи федерального бюджета будут дополнительные выплаты, которые мы и раньше обсуждали и в Думе на абсолютно разных выездных заседаниях, слушая наших избирателей, сейчас мы в праве. И с помощью федерального бюджета мы сможем гораздо больше сделать. Очень важно поддерживать и развивать демографическую ситуацию. И мне кажется, что это крайне важно, что Владимир Владимирович абсолютно приземленно, абсолютно как житель нашей страны, России, видит те проблемы, которые есть. Владимир Путин говорил о необходимости обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников младших классов. Для этого нужно создать в школах необходимую инфраструктуру, оборудовать столовую, буфет и наладить снабжение качественными продуктами. Президент подчеркнул, надо сделать так, чтобы дети почувствовали. Семья – это любовь, надежность и защищенность. Семейная ценность – это то, что всегда актуально для сферы образования, для нашей школы, детских садов, потому что именно в этой сфере человек находится в самый большой промежуток времени своей жизни. В своем послании Владимир Путин предложил ввести доплату классным руководителям. Кроме того, поставил задачу усилить развитие институтов и университетов в регионах. В квалифицированных специалистах остро нуждается медицина. Первичное звено будут поддерживать, что в институты будут давать целевые направления. Получается, благодаря им мы можем увеличить количество специалистов молодых. И самый главный аспект того, что понятно, сейчас здравоохранение, средний возраст работников первичного звена – это 50 лет и старше. И должны привлекать молодых специалистов. Для этого президент требует оказывать реальную помощь. Это и обеспечение бюджетных мест в медвузах с дальнейшим трудоустройством, и обеспечение врачей жильем, и внедрение новой системы оплаты труда. Далее Владимир Владимирович перешел к финансовой теме. Основная задача на данный момент – структурное изменение экономики. По его словам, необходимо повысить доходы граждан и создать новые рабочие места. Нужно создать условия для того, чтобы большинство стартапов могли стать крупными компаниями. Действительно интересная инициатива о изменении отношения к венчурным инвестициям. То есть, вот то, что раньше действительно приводило к определенным эксцессам, когда неудавшиеся проекты могли превратиться в уголовное дело для бизнесмена, который якобы нецелево потратил деньги, а по факту просто не смог реализовать по независимым от него причинам свой проект. Если это все будет реально исполнено, то, как это озвучил президент, то мы можем говорить о том, что климат инвестиционный существенно улучшится. Президент обратил внимание на тему экологии, обеспечения бесплатного доступа к значимым отечественным интернет-сервисам. Он говорил о проблемах международных отношений и о поправках в Конституции. Очень приятное, сильное ощущение, что президент, конечно, у нас такой выдающийся опытный политик, потому что сегодня он сказал, что в нашей стране уже накоплен серьезный экономический багаж, мы можем ей достаточно легко управлять, с минимальной зависимостью от внешних факторов. Подводя итоги, президент Российской Федерации Владимир Путин высказал уверенность в том, что современная работа ради величия России и достоинства граждан принесет успех. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.